К другим темам. Идея новоуральцев преобразить парк на горе Осиновая за домом культуры УХК переросла в большой проект. В эти дни идет масштабная работа над планом предстоящих работ. Какая задумка появилась на этом этапе, узнаете в следующем сюжете. Парковый комплекс на горе Осиновая за домом культуры УХК был забыт на многие годы. В самом центре города еще в 50-х после строительства дома культуры комсомольцы решили обустроить место для отдыха. Уже в 59-м на танцы собиралась молодежь. На эту танцплощадку, в отличие от той, что находилась на Черном Ису, можно было сразу приходить нарядными и в парадной обуви, а не в резиновых сапогах. Для парка было закуплено все – карусели, качели и аттракционы. Много что было скрыто в густой уральской зелени. Площадь парка немаленькая. Сегодня в лесу можно найти остатки былой роскоши – лестницы, ограждения и большие расчищенные площадки. Раньше здесь гуляла молодежь, семьи. Сейчас парка на горе Осиновой нет, но память о нем осталась. В документах, фотографиях и воспоминаниях жителей города. Но память эта будет возрождена благодаря группе инициативных новоуральцев. Проект поддержан губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым. И ТВЭЛ благодаря участию в форуме «Радиус доверия». Старый новый парк. Теперь такое название носит территория на горе Осиновая. Эта история началась почти год назад, весной 2022-го, со встречи активных представителей городских сообществ. В августе на одной из встреч Союза было предложено провести субботник в Старом парке. Мероприятие вызвало неподдельный интерес. Так и было принято решение продолжить восстановление и облагораживание парка. И когда этот проект вот так начал развиваться, оказалось, мы нашли его территорию. Это оказался вот старый городской парк. Территория оказалась сильно больше, чем мы хотели. И оформить его полностью самим, наверное, нам не под силу. Но мы начали делать и стали смотреть, на что это будет развиваться. Это просто была идея, которую мы начали реализовывать шаг за шагом. И самое интересное, что в процессе того, как мы высказывали эту идею, к нам начали присоединяться люди. Не просто инициативные граждане, которые приходили на субботник, а те, которые помогали вот с концепцией, с разработкой проекта, с участием в каких-то других инициативах. Этим же летом состоялся визит главы региона Евгения Куйвышева. С тех пор проект поддерживает и губернатор области. Инициативная группа всеми силами продвигает свой проект для реализации идеи воплоти. И вот к этому подключились, собственно, ТВЭЛ подключился. Сейчас городские власти. Оказалось, что мы получили поддержку губернатора области. И вот сейчас этот проект запускается таким образом, что учитываются и наши потребности, но при этом с учетом участия каких-то ресурсов. Мы предлагаем участвовать в этом проекте всем. И вот сейчас ТВЭЛ финансирует нам, финансирование дает на проектные работы. Идея новоуральцев теперь обретает видимые очертания. Местность парка уже разделена на тематические зоны. Лестница за домом культуры УХК станет не только парадным входом, но и частью летнего кинотеатра. Центр парка станет зоной проведения массовых мероприятий. Появится новое мощение с декоративным ограждением. А в зимний период здесь появится и новогодняя елка. Левее расположат зону активности с лабиринтом и детской площадкой. Участок над центром парка станет местом для спокойного отдыха. Возможно, появление беседки. Каскад лестниц от центра в сторону улицы Северная будет реконструирован для появления прогулочной зоны. А в завершении каскада рассматривается появление выставочной или же смотровой площадки. Тропа от стелы УХК и сама конструкция тоже войдут в проект. А левее от памятной стелы в зоне леса появится зона для выгула собак. Ее точное местоположение еще определяется. Ежегодно город делает шаги для воплощения идеи в реальность. Сейчас идет разработка, дизайн проекта и проектно-сметной документации для выполнения строительно-монтажных работ. Схема финансирования разработана. На этом этапе необходимо получение окончательного технического задания для перехода к проектированию. На первый этап заложено порядка 800 тысяч. Выделяется уже даже финансирование. Ну, оно будет двухэтапное, возможно, еще какие-то там источники будут. На сегодня все-таки это вошло в поручение губернатора, то есть необходимо осваивать эти территории. Поэтому на этот год из местного бюджета и вот через радиус доверия выделены средства, получается, из двух источников для начала выполнения этих работ. Интересно, что о каждом событии в социальных сетях сообщает сам парк. В группе «Старый новый парк» выбрана такая концепция, что территория будто оживает с приходом туда людей и новых проектов. Стать частью этих событий может каждый из нас. Достаточно лишь подписаться на группу, следить за новостями и присоединяться к интересующим вас мероприятиям, а заодно и следить за изменениями общественной территории. Валерия Конева, Геннадий Донгузов, Новоральская обещательная компания.